Осторожный патруль. В Днепре полицейский автомобиль сбил пешехода. 20-летний студент сейчас находится в реанимации. Кто был за рулем, пока неизвестно. Прокуратура начала служебное расследование. Все подробности знает Елена Миндалек. ДТП произошло поздно вечером на Слобожанском проспекте. Всего в нескольких метрах от пешеходного перехода и остановки общественного транспорта. Разбито лобовое и заднее стекло, вмятина на крыше. Так выглядит Тойота после того, как на скорости сбила 20-летнего парня. Вячеслав Поездник, который был на месте происшествия, рассказывает. Это была служебная машина нацполиции Днепра. Получается, пешехода сбили. Он падает на лобовое стекло, перекатывается через крышу и разбивает еще и заднее стекло. Ну и за машиной, получается, падает. Пострадавшего отвезли в городскую больницу номер 6. Им оказался студент таможенной академии Александр Фартушный. Врачи говорят, у парня травмы средней тяжести. У него перелом обеих голеней, потрясение головного мозга, ушибленная рана головы. Сейчас находится в реанимационном отделении. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, уверяют медики. Уже завтра его планируют перевести из реанимации в травматологическое отделение. Но пока к нему пускают не всех. Безусловно, пускаем всех ближайших родственников. По словам активистов, за рулем служебного автомобиля якобы был новодозначен начальник управления нацполиции Днепра Олег Кабаненко. Полиция этого пока не подтверждает, хотя на своей официальной страничке в фейсбуке указали, что авто действительно служебное. И за рулем был трезвый полицейский. Но кто именно, молчат. У причин их ДТП пока тоже приходится догадываться. Если не работали светофоры и пешеход был уже на пешеходном переходе, то тогда он его сбил в среднем ряду. То есть он видел пешехода. Если вдруг работал светофор, то надо смотреть, кто на какой свет доехал и шел. Все обстоятельства аварии изучают следователи областной прокуратуры. После проведения необходимых экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения виновнику ДТП. Елена Мадалюк, Евгений Гладнецов. Подробности телеканал Интер. Днепр.